К нашему эфиру присоединяется Иван Усс, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Иван, рады вас видеть в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер в студию, добрый вечер зрителям. Добрый вечер. Да, вы знаете, как на ночь глядя поговорим о деньгах, поговорим о финансах, о том, что происходит в Российской Федерации. Вы знаете, действительно, очень многие экономисты сейчас оценивают происходящее в Российской Федерации относительно курса рубля. Но вот тут сказала слово «курс», а хочу вспомнить экономиста и доктора экономических наук, господина Липсиса, Игоря Липсиса, который говорит, на самом деле курса у рубля теперь уже нет. Есть только путь. И это путь обесценивания. Давайте об этом поговорим. Что же все таки происходит? Такое безапелляционное падение российского рубля. Что же далее? Будет ли все-таки каким-то образом даже вот такой высокий курс, он сохранится, либо же далее пройдет процесс обесценивания, исходя из того, что происходит? Вам слово, Иван. «Финансы поэт романсы», сразу вспоминается высказывание. Действительно, знаете, даже берем этот год, где-то уже в феврале-марте месяце появилась информация о том, что Российская Федерация усиленно начала печатать деньги. Почему? Потому что традиционно профицитная экономика, коей была Россия многие годы, превратилась в дефицитную. И этот дефицит, он настолько существенный, что вот даже берем данные, которые имеем самые свежие за 7 месяцев, он примерно составляет ту же самую цифру, которую Российская Федерация планировала по завершению года. И то вот у меня есть сомнения в том, насколько правдивы эти данные, поскольку я напомню, что после 4 месяцев дефицит был даже еще более значительным. И потом, согласно данным Российского министерства финансов, в мае, июнь, июль, вроде как ситуация стала легче, но все равно это не означает, что дефицит изменился на профицит, он остается дефицитом. Соответственно, было давление на рубль из-за того, что печаталось большое количество ничем не подтвержденных денежных средств. Далее. Скажем так, импорт в Россию, пусть и параллельный, но он увеличился. А вот экспортные доходы, они сократились. Настолько, что Российская Федерация уже заявила о том, что будет продавать свою нефть без дисконта. А без дисконта ее покупать не хотят уже те, кто традиционно это делали. Та же Индия, тот же Китай. Индия, кстати, вот буквально сегодня смотрела цифру. Если в 2021 году Индия товаров из России импортировала на 8,6 миллиардов долларов, то в 2022 импортировала она 40,6 миллиардов долларов для понимания того, как Индия очень сильно помогла России в прошлом году. Но в этом году без скидок у России это нефть брать не хотят. Соответственно, вот эта проблема, что меньше денег, а также не стоит забывать, что Индия это платила в рублях, а Китай даже вроде как в рублях платил. То есть, соответственно, даже приплыва валюты в Россию не было. И вот эта нехватка валюты, плюс большое количество ничем не обеспеченных денег, которые были напечатаны, плюс и вот этот бунт прихожина, бунт выходного дня, который показал, что внутренняя стабильность, которая, как казалось, есть в России, и которая тоже влияла на экономические показатели, ее нету. А если ее нет, то, соответственно, валюта также проседает. Вот вам причины, почему мы увидели вот этот скачок до 101 рубля за доллар. Сейчас это 93,6, но, как утверждают многие экономисты, допустим, господин Милов, это бывший, если не ошибаюсь, замминистра энергетики России, что, по сути, сейчас тот курс, который имеем, это эмоциональная реакция на обещание правительства России вести жесткие меры. Если этих мер не последует, то дальше продолжатся действительно пути, причем даже вот раз уже я процитировал Милова, он с российским блогером Майклом Наки недавно спорил на то, будет ли 100 рублей за доллар. Сегодня он ему сказал, что через месяц готов рассмотреть возможность спора 200 рублей за доллар. Он считает, что это реально. Иван, а вот тогда продолжение того, что мы сегодня обсуждаем, но то, что будет дешеветь и дальше, я так понимаю, это такая уже тенденция понятная, да, потому что, ну, все-таки я не экономист, но я так понимаю, что сейчас не существует фундаментальный фактор для того, чтобы его укрепить. Также мы можем вспомнить, что из фонда национального благосостояния, да, продают постоянно, и опять эти процессы возобновились, золото. Но это тоже в многом свидетельствует. Это говорит о том, что где-то, ну, извините, что я так говорю, но подпитку пытаются найти те, кто сегодня руководит экономическими процессами в Российской Федерации. И я, насколько понимаю, и цены будут расти, да, судя по всему. Ну, и потребительская корзина, она таким образом тоже будет это все сказываться на россиянах. Ну, и вот если мы говорим о процессах, о ситуации в Российской Федерации, появился такой термин, я бы немножечко хотела, чтобы мы тоже это с вами обсудили. Россия входит в ситуацию галлопирующей инфляции от 20 до сотни в год. Что это значит, ну, насколько это плохо, насколько это, ну, скажем так, существенно отразится, опять же, на потребительской корзине. Вот если мы говорим о высоком, да, о высокой цифре, насколько я понимаю, тут еще и вопрос не только в том, что эта цифра высокая, галлопирующая эта инфляция, а еще что, и она нестабильна, это тоже не очень хорошо для экономики в целом. Безусловно, галлопирующая инфляция приводит к тому, что, знаете, есть шутка, что если вы получили на работе мешок денег, то пока вы зашли с работы до дома, этот мешок уже ничего не стоит, так как обесценились деньги, которые в нем находятся. То же самое в России, то есть я не говорю о том, что это будет в ближайшее время, а в то же время вот этот риск галлопирующей инфляции, о котором говорят, он действительно присутствует. Просто потому, что все факторы, которые давят на российскую экономику, ни один из них, по сути, фундаментально не решен. И чтобы их решить, ну, надо принимать очень, скажем так, жесткие действия, на которые не уверен, что Россия пойдет. Уже говорят, что будут заставлять, допустим, экспортер в российских моментально отдавать валюту, менять ее на рубли, но это будет приводить к тому, что все российские экспортеры, а это крупные компании, если мы говорим о крупных экспортерах, они будут делать все возможное, чтобы выручка, которую они получают, не приходила в Россию, а седала, скажем так, на каких-то офшорных счетах либо в счетах нейтральных странах. Соответственно, в Россию элементарно не будут заходить деньги. И будет происходить ситуация, когда Россия может продавать значительное количество товаров, в первую очередь, энергоресурсов, а деньги за них, они не будут заходить в Россию. То есть, знаете, когда-то была такая шутка, что неважно, какая страна сколько зарабатывает, главное, где бенефициары этого роста. Если эти бенефициары находятся не в стране, которая зарабатывает, то в стране от этого ничего не будет, так как деньги будут идти не в страну, а на счета вот этих самых бенефициаров. Вот поскольку многие, скажем так, российские бизнесмены, они так либо иначе стараются иметь не только российское гражданство, находиться за рубежом, то, соответственно, деньги будут идти не в Россию, а за рубеж. А если они не будут идти в Россию, то это будет привозить к тому, что будет действительно и инфляция нарастать, и цены расти. И вот, знаете, вы вспоминали начало полномасштабной войны. Была тогда в одной из газет хорошая шутка о том, что в сети московских кофеен было сказано, что цены пересматриваются раз в неделю. То есть не раз в год, не раз в полгода, а раз в неделю. Вот сейчас Россия опять может вернуться в ту точку, когда каждую неделю придется пересматривать цены и не только в кофейнях, но и в других магазинах, просто потому что инфляция будет съедать. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили, Иван, об этих ограничениях, которые существовали в начале полномасштабного вторжения, о которых говорят сейчас. Если простым языком, вот давайте опишем так, вот у меня, например, есть килограмм стали, вы у меня хотите ее купить, но только вы живете, предположим, за границей и покупаете за доллары. Я вам продаю, и доллары эти обязан сдать государству. Так надо понимать? Абсолютно. Обсуждается сейчас, что вернуться к этому требованию о том, что надо эти доллары, если вы получили доллары, вы немедленно должны обменять их, и причем, подчеркиваю, по курсу Центрального банка. То есть не могу придержать на 2-3 дня и выиграть на этом? Возможно, это будет, будем смотреть, какой лаг установят, но, скорее всего, будет просить немедленно. Только зашли деньги, в течение суток обменять. Но это будет зависеть от требований Центрального банка России. Но главное, что будет требование, то, подчеркну, курс Центрального банка. То есть реальный курс, реальный эффективный обменный курс может существенно отличаться. Кстати, сейчас, я думаю, что и без того есть определенное, скажем так, различие между официальным курсом и реальным реоком, то есть реальный эффективный обменный курс. Сейчас эта разница будет еще больше. Соответственно, вы получаете доллары, зная, что 1 доллар, грубо говоря, там стоит 100 рублей, а вам Центробанк будет говорить, что нет, официальный курс 90, поэтому мы вам возвращаем, исходя из цифры 90. И это будет стимулировать всех, кто будет получать валюту, максимально не заводить ее в Россию. Говорить, что она где-то, там, бюрократические проволочки, вот они застряли где-то между Кипром и Мальтой, грубо говоря, и там они будут находиться очень долго, вплоть до завершения полномасштабной военной, как они говорят, специальной военной операции. Иван, а тогда как объяснить, помимо того, что Путин всегда сам мыслил олигархически, когда дело касается больших денег, что он разрешил Роснефти напрямую торговать продукцией за валюту без каких-либо ограничений, отдельный указ на эту тему есть, и также вслед за Роснефтью такие же права от Путина получил Внешэкономбанк, ВЭП. Как понимать тогда это? Знаете, я воспринимаю, допустим, Роснефть как структуру подконтрольную Игорю Сечину, Игоря Сечина я воспринимаю как одного из основных кошельков Путина. То есть в данном случае... Это его деньги, вы хотите сказать? Да, это его деньги, вот именно. То есть он для своих денег, он делает все возможное, чтобы они были в сохранности, и чтобы не терять, скажем так, на том, что они будут выкуплены по курсу, который устанавливает Центральный банк. Что касается ВЭПа, я думаю, тоже. Этот банк Костин возглавляет. Здесь тоже, скорее всего, ну, скажем так, пусть и негласно, а может и гласно где-то, Путин является владельцем этой структуры. То есть все то, что принадлежит Путину, здесь глаза, кажется, призакрыты, и здесь они могут делать все, что хотят. А все, что не принадлежит Путину, здесь закон строг, но справедлив, поэтому здесь по закону все. Поправлю вас, речь идет не о ВТБ банке, а о ВЭБе, Внешэкономбанк, преемник советского внешторгбанка, который возглавляет по должности тоже известный деятель Игорь Иванович Шувалов, бывший вице-премьер Российской Федерации. Скажите тогда, что вот, когда так штормит страну, в нашем случае страну-агрессор, агрессор в валютном смысле, что может внешний финансовый мир сделать, чтобы чуть-чуть подтолкнуть к пропасти этот рынок? Во-первых, максимально продолжать ужесточение санкций, которые есть, и следить за их соблюдением, поскольку, вы знаете, история даже вот этих полтора уже лет войны с полномасштабной войной России против Украины и санкций против России, которые, напомню, начались 22 февраля, за два дня до полномасштабной войны за признание Донецкой и Луганской частью, по сути, независимыми странами, что подрывало Минский процесс, кстати. Вот, по сути, сейчас на практике все увидели, насколько эти санкции, вернее, что они не настолько эффективны, как ожидалось, и одна из составляющих – это коррупция в самих странах Запада, то есть компании, которые идут навстречу России. Вот Запад может, финансовый мир Запада, максимально бороться с внутренней коррупцией, понимая, что она позволяет России также существовать, и даже многие исследования, которые имеются на сегодняшний день, они прямо говорят, что если бы не вот эта коррумпированность стран Запада, отдельных субъектов, не всех стран, а отдельных субъектов, России было бы намного сложнее, поскольку составляющей этой коррумпированности является то, что отсутствие полного экспортного контроля, соответственно, Россия может спокойно получать запрещенные для поставки к ней товары через третьи страны. А если будет механизм, который будет говорить, что если будет установлено, что какой-то подсанкционный для России товар, его поставки в отдельно взятую страну увеличились, и есть доказательства того, что из этой страны эти товары попадают в Россию, тогда надо вводить уже автоматически санкции против третьей страны, тем самым демотивируя ее помогать России. То есть тут вопрос, готов ли Запад играть жестко со всеми странами, которые где-то как-то помогают России. Также наказывать своих собственных субъектов, которые будут также уличены в том, что помогают России. Если будет это желание, эта решимость, я думаю, что ситуация с экономикой России, скажем так, и без того нерадужная, усугубится еще больше. И последний вопрос. У нас пять минут остается. На Кубе существует две валюты. Одна национальная, одна конвертируемая. Это старое правило, которое было введено еще Фиделем, для того, чтобы абсолютно контролировать валюту. Может ли что-то подобное случиться в России, что будет рубль национальный и рубль конвертируемый, а доллара вообще не будет? Ну, безусловно, возможно, все. Но просто надо понимать, что Россия – это все-таки страна, которая ориентируема исторически на Запад. И российские элиты, они так либо иначе, они связаны с Западом. И поэтому идти на вот подобные меры, я не думаю, что они воспримут их. Просто потому, что это осложнит им их традиционную жизнь. И я понимаю, что мы уже полтора года говорим о том, что будет табакерка, которая решит судьбу России, как это было не раз. Пока еще, видимо, недостаточно решенности пойти на этот шаг. Но я думаю, что в случае подобных шагов введение конвертируемой и неконвертируемой валюты, это только ускорит процесс поиска этой табакерки, а именно осознание того, что другого выхода нет. Либо вы теряете все, что было нажито, тире награблено, не по сильным трудам. Либо, скажем так, вам надо жестко действовать по отношению к Путину. И, как говорил Линдси Грэм, убейте Путина, и война на этом закончится. Вот думаю, эта мысль будет жить в том числе и в российской лите, которая будет понимать, что они все ближе к вот этой черте, когда они теряют все. Спасибо вам, Иван, за то, что в столь поздний час еще мы обсудили с вами такую сложную, на самом деле, тему. Легко лозунгом сказать, рубль падает, ура-ура, что за этим, что будет дальше, как это будет влиять на их возможность вести агрессивную войну. Это все очень важно, и спасибо, что вы нам помогаете. Как центральный банк спасает. Да, как рисуют они этот курс. Так что спасибо, что всегда на связи и помогайте нам это понять. Спасибо. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований был в нашем эфире. Продолжение следует...